Отчётный концерт в мастерской Аллы Пугачёвой прошёл под пристальное внимание прессы. Третий курс маленьких талантов показал свои самостоятельные работы и то, чему их уже успела научить Примадонна. Мне важно, чтобы они выполняли 10 законов, прежде чем петь. Они эти законы выучили. Один из таких законов – это не завидовать своему коллеге в успехе. Ещё один закон, который вам тоже известен – это не огорчаться от провала, а чтобы он был стимулом в дальнейшей работе. Любить меньше себя, больше зрителя. Переживание Аллы Борисовны было заметно невооружённым глазом. Но об успехах учеников Пугачёва говорила с заметным воодушевлением. Открывая школу, Примадонна оставила перед собой непростые задачи. Все говорили, ты, Алла Борисовна, сошла с ума. А я хотела доказать, что если ребёнок очень хочет и занимается, то голосовой аппарат, он может сработать на то, чтобы появилась возможность техническая голосовая. И слух тоже разрабатывается. Самое главное, конечно, здесь – это индивидуальный подход, правильно, да, чтобы не подражать кому-то. Своих детей Пугачёва в школу ещё не приводила. Во-первых, они маленькие ещё. Во-вторых, приболели. Чё-то долго у них с этой простудой задержались. У меня здесь есть приёмный сын сидит, Женечка Пугачёв. С такой приёмной мамой творческое будущее у парня пестрит перспективами. Так сказать, с детства все звёзды складываются правильно.